Елена Кутукова. Принцесса по контракту. Глава первая. Шел уже второй час обсуждения нашего договора с принцем Райаном. Надо сказать, весьма необходимого для меня обсуждения. Правда, только для меня. Мужчина, сидящий напротив, так не считал. Он почему-то верил, что я подпишу договор не глядя. Просто от радости, что мне предстоит прожить целый год в самом настоящем императорском дворце, да еще и в статусе, о котором мечтают все девушки империи. Думаю, что не только империи, но и других стран. Да и чего греха таить. Наверное, и на моей родине тоже мало кто бы отказался от такого предложения. Еще бы. Выйти замуж за принца, стать самой настоящей принцессой и жить в роскоши. Наученной историей родного мира, я не была уверена, что жизнь в императорском дворце действительно так беззаботна, как меня упорно все заверяли. Тем более, как-то очень смущали обстоятельства нашей встречи. Они были весьма далеки от романтических. Да и в данный момент мы сидели не в самом прекрасном месте. Чужой кабинет с явно потрепанной мебелью и стенами, которые давно не видели ремонта. Судя по выражению лица, подобное место принцу не слишком нравилось и было непривычно. Но, как я предполагала, пришлось выбрать его из-за секретности. И это только первое, что я могла назвать из длинного списка беспокоящих меня вещей. Но все же кое-что и манило. И не жажда приключений. Чего-чего, а этого мне хватало с момента попадания в этот мир. Приольщало вознаграждение за исполнение договора. Очень необычное вознаграждение. И весьма мне необходимое. Можно сказать, удача, наконец, по-настоящему улыбнулась, и я не могла просто так отказаться от выпавшего шанса. «У вас еще остались вопросы?» Недовольно произнес мужчина. Я в который раз бросила на него взгляд. Внешность принца я представляла иначе. Должна признать, он здорово меня удивил. Он был красив. Глаза цвета весенней листвы, и, как ни странно, легкая мальчишеская ухмылка на губах, которая держалась, несмотря на суровую интонацию. Мужественный подбородок и каштановые волосы, оттенок которых напоминал молочный шоколад. Изучая нашу историю, я знала, что принцы часто некрасивы. Рэнджи вполне мог стать голливудской звездой. Наверное, любая бы на моем месте радовалась такому сюрпризу. Меня же, напротив, это немного беспокоило. Я пока еще не понимала, почему. «Я вполне могу найти кого-то более сговорчивого», — добавил мужчина, нетерпеливо стуча кончиками пальцев по поверхности стола. «Можете, ваше высочество», — совершенно спокойно ответила я, окинув его внимательным взглядом. «Было интересно посмотреть на реакцию, пусть я и рисковала тем, что он откажется от сделки. От необходимой мне сделки. Но показывать, насколько она мне нужна, я не собиралась». Принц на мгновение поджал губы. Очевидно, ему не слишком нравилось, что я так легко готова отказаться от щедрого предложения. Наверное, ему было даже обидно. «Могу». «Но не хочу», — ответил он неохотно, но затем хищно улыбнулся. «Пока не хочу». Это стало для меня загадкой. Почему из всех претенденток мужчина, сидящий напротив, выбрал именно меня? Точно могу сказать, что дело не во внешних данных. Я довольно симпатичная, но таких здесь полно. Кроме того, на подобную роль вряд ли ищут просто красивую куклу. Собственно, еще большей загадкой стало то, зачем вообще ему понадобилась временная жена. «У вас еще какие-то вопросы?» — спросил он, одарив тяжелым уставшим вздохом, всячески показывая, что со мной трудно. «Увы, я не собиралась демонстрировать, как мне нужна эта сделка». «Пока нет. Меня все устраивает. Особенно отсутствие супружеского долга», — сказала я. «В конце концов, это просто работа по контракту, пусть и связанная с весьма интересными обстоятельствами. Да и я не представительница древнейшей профессии. У меня есть принципы». Заметила, что у собеседника удивленно приподнялись брови. Кажется, он не ожидал таких слов в отношении себя любимого. Даже чуть не задел локтем кружку с давно остывшим кофе. «У вас очень интересная реакция», — заметил он, внимательно вглядываясь в мое лицо. «Ложь, что ли, ищет. Не верит, что я и вправду очень рада. Но и самомнение. Даже немного приятно, что смогла его задеть». «Это совершенно замечательный пункт», — ответила я, улыбнувшись. «Совершенно искренне, между прочим. Продолжила читать. Контракт магический, а значит, изучить его стоит досконально, иначе не избежать серьезных последствий. Но пока в его содержании ничего не смущало. И тут я наткнулась на одно особое условие, от которого на мгновение защемило в сердце. Слишком ужасным оно оказалось для меня. Удастся ли его оспорить? Почему-то я в этом сомневалась, хоть и намеревалась попытаться. На мгновение прикрыла глаза. Вспомнила, как вляпалась во всю эту историю, как попала в другой мир. Вздохнула. Я всего лишь однажды наткнулась на маньяка. Кто мог знать, что это повлечет такие последствия? Правда, я полагаю, последствия повлекла именно моя неправильная реакция на этого маньяка. Или, может быть, правильно, кто его знает. Но что точно было моей ошибкой, так это невнимательность. Впрочем, я могу себя простить и за это. В тот день я просто дико устала. На работе завалили отчетами. Причем все нужно было выполнить срочно, обморочно и еще лучше вчера. Бывший парень решил мне испортить настроение своим звонком, вылив поток грязи. В общем, не самый лучший день моей жизни. Ко всему прочему, я опоздала на автобус, поэтому домой приходилось добираться окольными путями, не самыми многолюдными и светлыми, надо заметить. Да еще и осень темнеет рано. Погруженная в свои невеселые мысли, я не сразу заметила, что кто-то идет за мной. Да и увидев это, не стала особо переживать. Идет себе человек, но пускай идет. Так я думала, пока не обернулась. Шедший за мной незнакомец был одет во все черное. Капюшон частично закрывало лицо, но это были мелочи, мало ли кто как одевается. Хуже было то, что он что-то сжимал в руке. Мне было плохо видно, что это было. Но интуиция упорно говорила, что ничего хорошего это мне не сулит. В момент, когда капюшон съехал с его головы, я увидела лицо, хищный взгляд и злорадную улыбку. Поняла, что оказалась права. Похоже, это был маньяк, и я как назло застыла. Словно ноги сковала, я не могла пошевелиться от ужаса. Зато мыслительный процесс бодро работал, причем с завидной скоростью. Первой мыслью почему-то стала. Бывший уверял, что кроме него на меня никто не взглянет. Что ж, можно заявить, что он ошибался. Хотя с учетом обстоятельств лучше бы он был прав. Лишь потом я начала обдумывать, что делать. К большому сожалению, кричать и просить о помощи бесполезно. Во-первых, не факт, что услышат. Во-вторых, не факт, что помогут. Люди больше беспокоятся о своей жизни, чем о помощи кому-то. Мужчина сделал шаг ко мне. И я поняла. Нужно быстрее что-то решать. «Ух ты! Счастье вот привалило!» — громко возвестила я, пытаясь состроить радостную физиономию. Предполагаю, та еще гримасса получилась. Но, надеюсь, в темноте мое лицо не слишком детально видно. «Наконец-то и на моей улице праздник. Дождалась я». Мужчина на миг застыл. Кажется, даже челюсть отвисла. Весьма белозубая челюсть, надо отметить. Как мне рассказывали, при встрече с маньяком главное не показывает страх, это очень сбивает их с толку. Только через добрые секунд тридцать мужчина выдал. «Девушка, вы знаете, кто я?» «Да-да, я уже, знаете ли, догадалась», — ответила я. «У меня как раз проблема, с парнем рассталась грущу, так что вы как раз вовремя». Что-что, а импровизировать я умею. Может быть, вместо работы бухгалтера надо было идти в стендап-комики? Я все ждала, когда незнакомец расслабится. Пусть подойдет. Мне есть чем ответить. Мало кто из мужчин знает, насколько тяжелой может быть сумка девушки, которая мало того, что живет одна, так и прихватывает работы с собой на дом. Ох, не поверите, как хорошо. В этот раз без криков и оров. Прямо работа в удовольствие. «Работа?» — удивилась я, но не произнесла вслух. Мужчина подошел ко мне, коснулся руки, я замахнулась сумкой, и в этот момент перед глазами все потемнело. Я уже думала расстроиться и отругать себя за то, что меня явно опередили. Как перед глазами возникла незнакомая, весьма шикарно обставленная комната. Но обстановку разглядеть не удалось, поскольку взгляд сразу метнулся в сторону моей сумочки, летящей в вазу. Поправочка, уже сбившей вазу. «Леди, что же вы так неосторожная?» — покачал головой незнакомец. Как будто это было самое важное. Меня больше беспокоил вопрос, какого черта сейчас происходит. «Я случайно», — выдавила я из себя. «От неожиданности». Правда, все происходящее вряд ли можно было охарактеризовать как «неожиданность». Больше всего тут подходят нецензурные слова. «Много нецензурных слов». Меня что-то вырубило, да так, что я не заметила, как оказалась в другой комнате. Странно, голова не болит, только немного подташнивает, и то от стресса. Скажем так, не самое лучшее мое состояние. «Кстати, кто вам рассказал о моей деятельности?» — спросил мужчина. Еще бы понять, о какой именно деятельности, но я собралась и ответила. «Подруга». «Хорошая подруга», — заметил незнакомец, задумавшись о своем. Я же поспешила за своей сумкой. Во-первых, в ней мои вещи, во-вторых, она неплохой снаряд. Пока поднимала, прихватила несколько осколков вазы. Надо же еще оружием каким-то рожиться. Один из осколков спрятала в рукав. Благо, на мне сегодня блузка с длинными валанами. Мужчина же продолжал стоять и рассматривать меня, никуда не торопясь. «Что ж, оружием разжилась. Пора брожиться информацией». «А где мы?» «В моем загородном доме», — ответил незнакомец. «Очень полезно и информативно. Что ж, зайдем иначе». «Я очень хотела бы узнать побольше о вашей деятельности», — произнесла я. А то подруга рассказала немного. Интуиция подсказывала, что передо мной не насильник. Да и, судя по богатой обстановке в комнате, произведение искусства, красивая резная мебель, вряд ли мой спутник был просто грабителем. «Что ж, раз ты такая спокойная, расскажу. Даже более того, устрою для тебя все по высшему разряду. А то все эти крики Оре, устал уже от них». После этих слов я нервно сглотнула. Стоящий передо мной мужчина лет сорока, темноволосый, с прищуренным хитрым взглядом, вполне мог оказаться маньяком, возможно, сектантом, убивающим жертв в кровавых ритуалах. Я, между прочим, занимаюсь очень полезным делом. Так сказать, пристраиваю девушек из твоего мира в надежные руки. Из твоего мира? В смысле? А что, есть какие-то другие? Впрочем, исходя из следующих слов мужчины, действительно, есть. Я как раз в одном из них. Местная аристократия очень любит земных девушек по многим причинам. И для страны это полезно, вливание новой крови. Ведь мои землячки часто магически одарены, а значит, их дети будут такими же. Да и самим девушкам, по словам мужчины, хорошо с богатыми покровителями. Но и он сам с этого благого дела имеет оплату. Таким способом он уже прилично заработал и осчастливил многих женщин. Такое вот у него благородное великое занятие. Не знала, что кто-то может считать работорговлю благородной. И очень сомневаюсь, что он спрашивал девушек об их желаниях перед перемещением. Вон как радуется, что я не кричу. Судя по хитрой и довольной улыбке, мужчина и меня планировал продать, причем по выгодной цене, кому-то очень богатому и влиятельному. Он то и дело повторял, как мне повезло. Я же так не считала, ибо подобная идея мне не нравилась. Нет, конечно, многие мечтают выйти замуж за кого-то состоятельного, но быть вещью без прав я не хотела. А что может сделать человек, который ничего не знает о мире и у которого здесь никого нет? Очень мало что. Не говоря о том, что магии у меня тоже нет, точнее потенциал есть, но без обучения он бесполезен. А вот мой похититель маг. В этом я была уже уверена. А значит, идея огреть его сумкой может провалиться. Я решила оставить ее на потом. В конце концов, даже если я его вырублю, что потом делать? Я пока не знаю, как вернуться домой. А значит, надо использовать хитрость. В вашей схеме есть одна недоработка, сказала я. Какая? Я сделала глубокий вздох, чтобы подавить дрожь во всем теле. Ноги предательски дрожали, как у шефа в кабинете. Только в этот раз на кону была не работа, а моя жизнь. Впрочем, есть плюс. После такого приключения визит к шефу меня точно пугать не будет. Вы отдаете девушек без какой-либо подготовки, без знаний о мире, ответила я. Вашим покупателям с ними будет сложно, это куча проблем, да и они попросту могут посчитать девушек дурочками. Мужчина сел на диван. Задумчиво прикусил губу, жестом предложил мне занять кресло, что я, собственно, и сделала. Оно оказалось крайне удобным, будто бы подстраивалось под тело. Я бы, наверное, расспросила про него подробнее, но сейчас было не до этого. На кону стояла моя жизнь. Да, наверное, было бы полезно, сообщил мужчина. Но проблема в том, что твой покупатель явится уже завтра. Ничего страшного, я быстро усваиваю, заявила я. А так при хорошей подготовке девушек у вас на рынке не останется конкурентов. Ужас, что я делаю? Составляю бизнес-план работорговцу. Но, как говорят, хочешь жить, умей вертеться. А то, наверное, много кто может так девушек поставлять, заметила я. На самом деле нет, возразил мужчина. Для перемещения в другой мир нужен специальный артефакт, который крайне сложно достать и еще сложнее сокрыть. Это вечная проблема с габаритными артефактами. Ага, вот и самое важное. То есть способ вернуться есть. Еще бы знать, что за артефакт. Но как расспросить моего собеседника, не выдав план побега? Вау, тут еще и артефакты есть. Хотела бы хоть один увидеть, сказала я. Это единственное, что пришло в голову. Что ж, могу показать один. Но если ты слабый маг, то ничего не почувствуешь. При этих словах мужчина положил руку в карман, достал браслет и передал мне. Только не надевай. Предупредил он. Я сразу почувствовала какую-то странную вибрацию от предмета. По коже пошли мурашки. Похоже, я все-таки что-то чувствую. Ничего, сказала я. Не переживай. Никто у иномерянок уровень магии не проверяет, ибо в академии могут учиться только знатные люди, кроме бытового факультета, но там и не учат толком. Какой у них мир-то замечательный. Рабы торговли, ограничения в образовании. Что еще я найду? Я, кстати, Пайер. Представился, наконец, мужчина. Затем предложил мне самой задавать вопросы, поскольку не мог предположить, что может понадобиться такой везучей девушке, как я. Ведь он собирался меня продать барону Каиру, который был у императора на хорошем счету. В конце концов, я решила узнать про местную валюту и цены. Пояснила, что мне нужно это, чтобы понять, не слишком ли меня будет обделять барон. Точно. Надо же тебе на ряд подходящий поискать драгоценности, чтобы ты выглядела лучше. Вспомнил мужчина, хлопнув себя ладонью по лбу. Да, это правильно, и почитать что-то, чтобы удивить его своей ученостью, сообщила я. Хорошо, сказал мужчина, довольно потирая руки. Похоже, он был очень рад, что ему попался такой беспроблемный товар. Что ж, пора тебе уже немного отдохнуть. Мужчина достал какой-то свиток и что-то нацарапал стилусом. Тут же прибыла девушка. Удивительно бледная девушка с тонкими, почти прозрачными волосами, очень худенькая, облачённая в серое поношенное платье. Подготовь девушке комнату и ужин принеси. Какую комнату? Клетку? Начала девушка. И я невольно нервно сглотнула. Что ж, понятно, где он содержал моих предшественниц. По идее, нечем удивляться. Однако я очень хорошо понимала, что у меня много шансов оказаться в этой клетке. Комнату, рявкнул хозяин. Гостевую. Минут через пять меня уже перевели в собственную спальню, где обстановка чем-то напоминала номер отеля. Кровать, шкаф и дверь в уборную. Но самое главное здесь было окно. Взглянув на улицу, я поняла, что темнеет. Через какое-то время принесли ужин, состоящий из каши с незнакомыми мне фруктами. А также несколько книг, нечто длинное и огромное именуемое платье и туфли из кожи с небольшим каблуком, по размеру немного больше, чем мне нужно. Вечером заглянул Пайер и пожелал хорошо выспаться, что в мои планы не входило. Ночь была моей единственной возможностью выбраться. Глава вторая. Наверное, та ночь была одной из самых жутких в моей жизни. Было страшно даже выходить из комнаты. Я боялась, что меня поймают и неизвестно, что сделают. В лучшем случае запрут в клетке, из которой я уже не сбегу. А что сделают в худшем, я не хотела представлять. Даже поймала себя на мысли, что ничего страшного, если отправлюсь к барону. Смогу сбежать позже, как раз буду знать больше о мире, лучше подготовлюсь. Но в глубине души я отлично знала. Или сейчас, или никогда. Сейчас я рада, что в итоге мне удалось вырваться. Та ночь позволила не только спастись, но и выяснить о себе много интересных вещей. Узнать, на что я способна в экстренных ситуациях. Правда, сюрпризы были и приятные, и неприятные. Но выбраться из дома было полдела. Предстояло решить, куда отправиться и как жить дальше. А я-то думала, что ипотека на 30 лет — это самое страшное и рискованное предприятие в моей жизни. Как выяснилось, нет. Страшнее было ловить первую попавшуюся карету и просить подвезти до какого-нибудь трактира. Страшнее было спрашивать какую-нибудь подработку у его хозяйки и отвечать на ее вопросы. Страшно было переезжать в другой город, чтобы меня не нашли. Первые месяцы в этом мире прошли в страхе. А потом я привыкла жить в новой для себя реальности. Человек ко всему привыкает, в конце концов. Я хваталась за различную работу, использовала все таланты, которые имела, и все полезные полученные знания, заводила новые знакомства, узнавала мир. Постепенно я заново строила свою жизнь. Даже цели и планы появились. Словом, все наладилось, мне даже подвернулась весьма интересная работа, с оплатой, о которой можно было только мечтать. Но что-то заставляло переживать, даже с учетом испытанного опыта. Я вновь бросила задумчивый взгляд на красавца принца, затем на контракт, лежащий передо мной. Боюсь, я все-таки нашла подвох в этой работе мечты. И это не говоря о том, что я точно знала. Принц Райан уже обсуждал подобный договор с одной девушкой. Не знаю, по какой причине он не состоялся, возможно, принц передумал. А возможно, девушку не слишком порадовали условия. Очень возможно. Жаль, не спросишь. Благодаря магии, она при всем желании никогда никому ничего не сможет рассказать об этом. Но меня вот точно одно условие не устраивает. Это не первый мой магический контракт. Я крайне не люблю условия, в которых есть слово «смерть». Это, мягко говоря, нервирует. Естественно, я собиралась об этом сообщить. «Мне не нравится условие, что если мы с вами во время выполнения контракта займемся любовью, то я умру, предлагаю его исключить», — твердо заявила я. «Честно говоря, впервые за время пребывания в этом мире встречаю такое условие. Обычно все как-то наоборот». Принц что, за свою нравственность переживает? Толпы поклонниц настолько одолели. Мой собеседник громко рассмеялся. У принца был удивительно приятный мелодичный смех. В другой ситуации я бы заслушалась. «Не думал, что вы будете это обсуждать», — заметил принц. «Это условие останется». Он считал, что мне воспитание не позволит. А в этом мире девушек действительно воспитывали строго. Большинство до замужества не знали о таких вещах. Да и, собственно, здесь не было принято, чтобы женщины спорили с мужчинами. Вот только я была не из этого мира. Я лишь покачала головой, на секунду задумалась, как выразиться, чтобы не задеть принца. Увы, бенценосные особы крайне обидчивые создания. «Тогда нужно внести поправку в наш договор, что такие последствия могут быть только при условии, что это произойдет по моему желанию. Можете не переживать. Этого бы и без пункта в договоре не случилось», — твердо заявила я. Мужчина, сидящий напротив меня, улыбнулся и даже облизнул губы, явно довольный моими словами. Вот только почему-то интуиция упорно подсказывала мне, что я вляпалась. В красивых зеленых глазах я увидела огоньки азарта. «Если вы боитесь, что я буду к вам приставать, не переживайте», — сказал мужчина, обдав меня внимательным взглядом с ног до головы. Я никак не реагировала на это. Знаю, что выгляжу прекрасно. Волосы уложены в прическу и блестят. На лице легкий ненавязчивый макияж, призванный лишь подчеркнуть молодость и красоту, да и платье весьма красивое, пусть и одолженное у подруги. Но я старалась так не для принца, а просто, чтобы хорошо себя чувствовать в такой обстановке. «Вы определенно не в моем вкусе», — сказал мужчина. Равнодушно пожала плечами. Скорее всего, принцу по вкусу потомственные аристократки. Что ж я не такая. Но это и не мои проблемы. Да и в контракте нет никаких условий про «нравиться». Но чувство у нас будет очень интересный брак, особенно учитывая, что все должны будут верить, что он самый настоящий и заключен по любви. Однако согласен с тем, что подобную поправку стоит вписать. Я вновь продолжила читать. Честно говоря, уже немного надоело сидеть на одном месте, но раз от этого зависит моя жизнь, вполне можно потерпеть. Внимательно проштудировала пункт про меры безопасности, вновь вернулась к пункту о вознаграждении, в который раз внимательно перечитала. И только затем приступила к пункту, касающемуся завершения контракта. Между прочим, очень важная вещь, особенно с учетом того, что в этой империи до сих пор нет разводов. Собственно, согласно договору, брак с принцем должен был закончиться инсценировкой моей смерти. Как-то часто в контракте упоминается это слово. Хотя это, наверное, объясняет, почему кроме основной оплаты, по завершении предоставляются еще немалые материальные блага в виде земель, денежных средств и всего прочего. А также смена внешности на собственное усмотрение исполнителя, то есть меня. Также я хочу иметь список лиц, которым могу сообщить о происходящем, а также рассказать впоследствии. Разумеется, лица принесут магическую присягу и не смогут ни с кем поделиться этой информацией. За время жизни в этом мире у меня появились близкие, и я не была готова отказываться от них. Насчет списка доверенных лиц начались самые настоящие торги. Я даже не думала, что принц способен торговаться как базарная бабка. Если быть честной, я мало знаю о Райане. О его старшем брате Касле, будущем наследнике, известно многое. Журналисты постоянно пишут о нем статьи и всячески восхваляют, а вот о младшем как-то все молчат. Можно сказать, он темная лошадка в императорской семье. А также я бы хотела во время нашего брака обучиться магии, сообщила я. Это тоже надо добавить в договор. Райан скептически поднял бровь на мгновение, а затем произнес. «Хорошо. С учетом ваших способностей. Это все?» Я кивнула. Пора подписывать уже магический контракт, но один момент все еще не давал покоя. «У меня один вопрос». Принц сразу покачал головой. «Я не собираюсь делиться причинами, для чего мне этот контракт, Марайя. Вы готовы подписывать?» Впервые за все время он произнес мое имя. На самом деле меня зовут Мария, но добрые люди быстро подсказали, что мое имя здесь слишком выделяется, и помогли подобрать похожее. Более того, через некоторое время даже документы сделали. Покачала головой. Принц ошибся с вопросом. «Я всего лишь хотел узнать, почему вы выбрали именно меня. Насколько знаю, было множество вариантов». Мужчина не торопился отвечать. «Я продолжила. Из очевидных моих преимуществ полное отсутствие родственников, а значит, вам не придется жить десять дней в отчим доме невесты, поскольку этого отчего дома у меня нет. Но, тем не менее, вы изначально думали подписать контракт с другой девушкой». «Передумал», — пожал плечами мужчина. Она слишком быстро бросилась подписывать контракт, не потрудившись прочитать. «А я, знаете ли, не хочу жениться на дуре, даже если брак фиктивный». Так и знала, что эти театральные вздохи были лишь испытанием. «Но первоначальным вариантом действительно были вы. Я видел вас в деле. Сказал Райан, и от слов принца у меня внутри все похолодело. Потому что я отлично понимала, в каких именно делах меня мог видеть Райан, и мне это крайне не нравилось. Мужчина мог знать о моей тайне, о том, что именно когда-то помогло мне сбежать от работорговца, и это сулило мне очень крупные проблемы. И я нервно сглотнула. Какого черта вообще принцы носятся по таким местам? Хотя правильнее говорить не «какого черта», а «какого шакара». Это было одной из вещей, которые я выучила первым делом. Правильно ругаться. А также не показывать панику. Паниковать-то поздно, если я права в своих опасениях. Мужчина не обратил внимания на мою реакцию и продолжил. «Однако меня смутила ваша внешность», — произнес Райан, на что я сразу вопросительно подняла бровь. «Это мне так деликатно намекнули, что я ему не нравлюсь?» Изначально я думал, что вы можете понадобиться в другом качестве. Похоже, все-таки он знает мою тайну, хоть и прямо не говорит. Кажется, даже если бы я не подписала этот треклятый договор, мне все равно пришлось бы на него работать. Возможно, из природной вредности я все-таки внесла пункт, что если принц будет слишком ушарияно ко мне приставать, то это не пройдет без последствий. Правда, меня попытались заверить, что подобного точно никогда не произойдет. На что я лишь очаровательно улыбнулась. Раз этого не будет, вставить этот пункт не проблема. Что ж, теперь действительно пора подписывать все самое важное оговорено. По крайней мере, я на это надеюсь. Как мне говорили, магические контракты иногда способны создавать те еще сюрпризы своим подписантам просто из-за недостаточно обдуманных формулировок. Что ж, пора подписывать, сказал принц и потянулся к одному из небольших золотых ножей, легким нажатием уколол себе палец и расписался на желтоватой бумаге собственной кровью. Алая жидкость мгновенно впиталась в бумагу, превратившись в витиеватую красивую размашистую роспись. Затем Райан передал мне контракт и другой нож, и я повторила тот же порядок действий. На документе возникла подпись, которую я использовала в этом мире, а затем на моих запястьях засветились незнакомые золотые символы. На секунду я бросила взгляд на Райана, заметив у него то же самое. Символы также одновременно исчезли. Магический контракт был заключен. На какой-то миг повесила тишина. Казалось, сам воздух был пропитан этим моментом, мыслью, что сделка уже заключена. Первым тишину нарушил Райан. Деньги на расходы. Сказал он, протянув мне весьма солидную сумму, от которой у меня округлились глаза. Кажется, расходы предстоят немалые. Я же должен вас материально обеспечивать, пояснил он. Также в самое ближайшее время к вам прибудет охрана. Кивнула. Охрана – весьма необходимая вещь в моей ситуации. Хорошо, что принц это понимает. Правда, мои защитники, скорее всего, будут докладывать о каждом моем шаге. Но что поделать? Я знала, на что подписывалась. Да и не зря говорят, что брак – это не свобода. А пока мне предстоит заняться организацией нашего романтического знакомства. Ах да, у нас же с принцем брак по любви, по крайней мере, так все должны думать. Но, честно говоря, Райан никак у меня не ассоциировался с романтикой. С хитростью – да. С интригами, с цинизмом, но никак не с романтикой. Возможно, дело в том, что мужчина не имел никакого желания показывать себя с этой стороны. А возможно, я и сама была слишком неромантична. Совсем скоро вы узнаете детали.